Добрый день дорогие мои друзья! Я уже вам показывала пример моего комплекта платье и летнее пальто без подкладки, сшито из одной ткани. Ну и также я вам говорила, что вот этих летних пальто много не бывает. Например, мне часто отдают ткани. Вот эту ткань мне отдала Оксаночка. И я сшила из нее, так как это самый настоящий кремплен из прошлой жизни, то понятно, что на тело носить этот кремплен не очень комфортно. И поэтому я сшила вот вместо кофточки на утро, где вот тоже немного было, вот такое вот летнее пальто. Летнее пальто, оно опять без подкладки. Вся его особенность заключается только в том, что оформлен четкий плечевой пояс. Нет никаких воротничков, кармашки накладные. Посмотрите, как подобрался рисуночек, чтобы полосочки переходили в полосочки. Конечно, мои любимые подплечники. Конечно, слегка укороченный рукавчик. Все комфортное, все широкое, все свободное. И вот так вот утром вместо какой-то курточки вы можете это пальто накинуть. Конечно, в идеале. В идеале, если это пальто и то платье, которое внизу, они будут подходить друг к другу. Ну вот я считаю сочетание розового и голубого очень даже хорошее сочетание. Хотя можно одеть и что-то сюда светлое, голубое. Я сюда не одену красное, я сюда не одену какое-то зеленое, какое-то, понимаете, вот это холодный оттенок. То есть, чтобы были холодные оттенки в ткани. Ну и, конечно, пастельные. То есть, чего-то очень яркого, сочного, вот такого, тем более теплого оттенка, содержащего желтый цвет. Сюда одевать не стоит, чтобы хотя бы вот это вот поддерживалось. У меня подружка Оля есть. Так вот она никогда не будет шить себе вот такое пальто, если ей не с чем будет его носить. Она может себе позволить только один комплект. Вот это верхнее пальто и вот это вот нижнее платье, чтобы они были строго подходящими друг другу. То есть, вот вам еще один комплект. Потом покажу еще одно летнее пальто, которое я ношу достаточно часто, которое тоже у меня вошло в разряд любимых. Всем всего доброго!